Я воспользуюсь случаем сделать анонс конференции Консортейшн и Стернью. Приближается очередной летний сезон. В этом году конференция пройдет у нас 20-го трекса с 2 июня. Все, кто может, разумеется, приглашаются. Напоминаю, что летняя конференция проходит под гробом. Но централизованная доставка осуществляется оризованными автобусами от НИПСКО, поэтому будем считать, что всех желающих приглашаем вместе. Ну, а теперь я позволю себе перейти в теме доклада. Спасибо. Подход к оценке эффективности человека-машинного взаимодействия в современных графических оболочках. Чем, собственно говоря, вызвана причина этой нашей работы? В общем-то, до 2011 года сегменте настольных компьютеров и ноутбуков практически безраздельно по приночной доле это в три графических оболочек царила концепция. Не так называемая. Это window, item, menu и pointing device, то бишь окно, значок, меню и манипулятор. И метафора рабочего стола. Можно, наверное, долго не описывать систему привычной знакомств, в которой файлы и папки располагаются на рабочем столе, который как-то является аналогом поверхности письменного стола. Соответственно, при открытии документа он разворачивается в окно и долгое время, лет двадцать, классические графические оболочки, которые реализовывали метафор рабочего стола, они предлагали пользователю комплект дополнительных вспомогательных средств аллигации для того, чтобы облегчить взаимодействие с окнами, такими вот двумя наиболее типичными и конечными пользователями вариантов были топ-маной и паной задач с 95-го года. Очень удачно придуманная Microsoft. В 2006 году, благодаря популярности планшетов, у разработчиков графических оболочек случился так называемый, я бы сказал, кризис целеполагания. Практически все за редким-редким исключением графические оболочки стали включать в себя некоторые модификации, предназначенные для управления пальцем, то бишь для управления помощью сенсорного экрана. В большинстве оболочек эти изменения заходили так далеко, что вызывали у пользователей определенные нарекания по поводу того, что уступки потенциальным пользователям сенсорных интерфейсов, которые установят классическую жестокую оболочку на планшет, делали достаточно неудобным стандартное управление мышью или каким-то другим подобным устройством. Ну и, в общем, в 2011 году мы точно так же настрадавшись, как, вероятно, все здесь существующие, попытались количественно оценить степень удобства той или иной оболочки, ну, для начала для управления окнами и вообще в целом для взаимодействия с пользователями. Именно с точки зрения отхода от классической модели D3. Родилась в результате вот следующая система тестирования, которая видна. Вверху у нас, ну, в центре у нас, понятно, оператор, который работает с графической оболоночкой. Вверху у нас два модуля измерения параметров состояния физического этого оператора. Это чуть будет про них позже модуль фиксации мозговой активности, то есть портативный энцефалограф. И, собственно говоря, датчик частоты сердечных сокращений. Понятно, что пользователь взаимодействует с конкретным манипулятором. В качестве манипуляторов мы рассматривали быстрых клуб, тачпад, классический тачпад новых клубов. Ну, и попытались рассмотреть сенсорный экран, хотя это было сопряжено с некоторыми, скорее, техническими проблемами. Мечта о том, чтобы сделать графическую оболоночку одну и ту же на планшете, на настольном компьютере. А вот планшетов для того, чтобы попытаться посмотреть, насколько эта мечта близка от реальности, с планшетами все очень сложно. Это большие тяжелые устройства с вентилятором внутри, которые умеют работать порядка 3-х часов от батареи, поэтому их никто не хочет покупать. Поэтому с подобными устройствами было сложно. Мы пробовали это делать через МЗ-клиент. Чуть позже скажу, почему это оказалось плохо. Но, тем не менее, с мышлитровой сенсорной панелью поэкспериментировали более. Ну, и, наконец, собственно, программа тестирования, о которой будет чуть позже. Для начала по поводу того, что мы использовали в качестве средств измерения. Энцефалографов непрофессиональных, разумеется. На сегодняшний день можно предложить два варианта. Это модик эпох, который содержит в себе 8 датчиков. Требует смазывать их гелем и минут 15-20 прилаживать на голове. Поэтому для массового применения не очень удобен. И более простое устройство от фирмы NeuroSky. Собственно говоря, таких устройств однотипных достаточно. Два, то, которое мы собирались использовать, оно изображено на фотографии. Это так называемый NeuroSky Mindwave. То, которое мы использовали на самом деле, оно здесь не изображено. Но так получилось, что вместо того, чтобы его купить, мы одолжили у коллег из Львовского католического университета из Бельгии. Аказия была. Они себе купили продвинутую модель. Вот такая же штука, с наушниками и микрофоном. Фирма разработчик предполагала, что это будет очень здорово, потому что пользователь будет одновременно со всеми общаться, не то по скайпе, не то еще по чему-то, и будет регистрироваться его мозговая активность. Но в результате у них, к сожалению, вот именно эта совмещенная продвинутая модель получилась настоящим шлемом ужаса. Собственно говоря, как работает? Единственный датчик прилаживается на ум. И вот здесь на фотографии видна причепка, которая одевается на правое ухо. для того, чтобы найти наиболее удаленную точку. И ее помощью обтечь помехи. Вот. Когда эта гарнитура с наушниками вместо прищепки одевающейся на ухо, там три контактные площадки, которые должны прилегать, рассчитывая на среднестатистическое человеческое ухо, практически не встречающиеся в природе. Поэтому настройка именно продвинутого устройства тоже, как мы видим, его занимает минут 15, и заключается в основном в ловле правым ухом этих самых контактных площадок. Ну, пардон, там левым ухом, неважно. Тем не менее, то устройство, которое мы выбрали и собирались использовать, оно все-таки для этой задачи подходит идеально. Снова позволяет регистрирует помимо восьми типов ритмов, которые, в общем, достаточно должны быть информативны для специалистов. Кроме этого, устройство регистрирует два интегральных параметра. Это так называемая фирменная проприетарная технология ESS. Параметры у фирмы Neuroscaid называются attention and meditation, но, по сути дела, на самом деле это концентрация внимания и некая расслабленность. Причем это параметры, включающие в себя концентрацию внимания и параметры, включающие в себя расслабленность, то есть их сумма не обязательно должна составлять 100%. Что, вообще говоря, на скриншоте не видно. Но, тем не менее, как относительные единицы, наша задача выяснить, где пользователь лучше сосредотачивается, а где хуже, для относительных измерений эта технология более чем подходит. Она избавляет нас от необходимости именно анализировать конкретные мозговые ритмы и, даром, что она является предприетарной, проблема это не составляет, хотя бы потому, что считает эти параметры нейроконтроллером устройства, они его называют нейроконтроллером, хотя это не совсем так, и передает... Да, устройство соединяется по интерфейсу Bluetooth, но и для него есть порядка 200 долларов, достаточно убогое программное обеспечение, проприетарное, написанное, кажется, на Delphi для исследователей, и замечательное, гораздо более продвинутое, со свободным исходным кодом, написанное на питоне, скриншота которого вы увидите здесь. Это Puzzlebox Synapse и Puzzlebox Brainstorm, проект, который изначально предназначен для управления с помощью сосредоточения внимания различными устройствами, ну а побочным эффектом являлась возможность снимать логи мозговой активности, чем мы воспользовались. Датчик частоты сердечных сокращений на самом деле может использоваться абсолютно любой. Мы использовали вот тот, который здесь виден на фотографии, это абсолютно неважно какой, какой взгляд под руками. Их достаточно много, считается чисто спортивный аксессуар. Pulse Sonic. Для тестирования пользователей были выбраны 5-минутные интервалы. Почему 5-минутные, с одной стороны, сердечный ритм успевает вылететь более-менее на решение посвящения, то бишь кривая изменения сердечного ритма успевает, значение его успевает более-менее стабилизироваться. С другой стороны, монотонность работы еще не успевает, сказавшим, на активности пользователя. Ну, и регистрировалась, соответственно, минимальная, максимальная, средняя частота сердечного сокращения. Практически все X-устройства в реально масштабе времени как-то ничего не передают. Вместо этого одевается такая вот компактная длица на устройство и спрасывается по USB-данное. Собственно говоря, программная часть системы, на текущий момент у нас она включает три модуля. Мы их называем этапом. Первый, второй, третий этап. Первый этап – тестирование однооконных приложений. Ну, по большому счету пользователю предоставляется два окна. Одно из них называется source, другой destination. И дается фиксировать 5-минутным вот в нашем случае какого времени, в течение которого пользователь должен копировать данные из одного оконного. Это как раз наша типовая рутинная операция, которую он многократно выполняет в одной из тестирования графических оболочек. Числа копируются через буфер обмена с использованием манипулятора, без использования клавиатуры. Это условие теста. Окна располагаются на экране с перекрытием, поэтому их приходится часто переключать, где, собственно, без использования клавиатуры почем. Графическая оболочка как раз и задействована. Вот, собственно, эти самые два окна, контекстный объект, профилы, это все достаточно просто. Второй этап. Собственно говоря, первый этап хорош тем, что он позволяет определить, как с двумя однооконными приложениями мешает или не мешает работать конкретные изменения, сделанные в графической оболочке. Второй этап. Он рассчитан на работу с многооконными приложениями. Речь идет о том, что у нас есть одно одно-сорс, и заданное количество пронумеровано на какой-то destination, и каждый раз пользователю сообщать, какой именно одно destination требуется копирование числа. Почему это важно? Собственно говоря, все практически, наверное, здесь присутствующие сталкивались с этими самыми изменениями пост-DM интерфейса, так называемая. DM это все та же метафора, это метафора, метафора, из сложных навороченных графических оболочек, которая от классического подхода к метафоре рабочего слова практически не вышла в дополнной конфигурации. Больше всего экспериментов мы провели с GnomeJell и Seenity. В общем-то, управление окнами в них похоже. GnomeJell это режим обзора, который включается помещением указателя вверх и угол, и показывает миниатюру всех окон. В случае Unity это щелчок о и уголки приложения в слева панели ток. В чем различие? Вы видите только миниатюры одного приложения. Это важно. И, наконец, да, собственно говоря, вот эта особенность Unity отчасти и вынудила нас использовать отдельный этап тестирования для многоконных приложений. В данном случае ситуация, когда вы видите одно и несколько приложений одновременно сильно различается. И, наконец, третий этап тестирования заключается в том, что, опять же, пользователю все те же два окна составляются. В одном выводится некая геометрическая фигура, в другом выводится матрица 5 на 5 фигур, рубеж из 20 фигур, среди которых ее нужно обновлять. Предполагается, что это позволяет оценить, как дополнительные элементы графической обороны сказываются на, громко, наверное, сказываются на когнитивных способностях, но тем не менее. Вообще, говоря, методология и сами фигуры не наши. Методология экспериментов достаточно старой, гранулской и бережной, изначально некомпьютеризированных, предназначенных для изучения как раз когнитивных способностей по по скорости узнавания формы геометрических форм. Соответственно, там фигура относится к красным классам по количеству признаков. Я сейчас не буду это вдаваться. Мы просто адаптировали ее для своих задач. Причем, окна, опять же, в данном третьем этапе могут быть либо переключаться в средственной графической облочке, либо показываться боку окна. И, собственно говоря, начисляемые показатели. Мы столкнулись с некоторой проблемой. все средства оценки юзабилити, тестирования в очень значительной степени заряжены на экспортную оценку специалистов по эргономике. То есть пользователи тестируют, записывают что-то, а потом конкретный живой человек смотрит, анализирует, и не то чтобы была строгая и четкая методика, как это следует делать. Нам же хотелось получить количественную оценку. в итоге мы остановились под своей задачей на следующих показателях. Первый, темп прохождения теста. Одна итерация в нашем случае это одна операция копирования или выбора в двух окнах. Собственно, темп прохождения теста это количество итераций выполняемых за одну минуту. просто мы знаем количество итераций, которые пользователь успел сделать за пять минут на интервал. Понятно. Среднее число сбоев на одну итеранцию средняя длительность сбоя. С чем это связано? Пользователь обязательно будет совершать ошибки. Например, вместо копировать нажмет вставить или копирует число дважды или кнопку нажмет лишний раз или не нажмет. Соответственно, все дослучайные числа, которые выдаются на этими приложениями, они же потом анализируются, те ли числа на минуты получились. И практика показывает, что сбой он захватывает больше, чем одну итерацию. То есть, в нормальной безошибочной работе оператор сразу вернуться не может. Поэтому, более того, в разных графических оболочках пользователь имеет разную длительность сбоя. Я вообще не собирался особенно вдаваться в подробности конкретных результатов, но тем не менее. И последний достаточно сложный интегральный параметр, который учитывает в частности частоту сердечных сокращений. Я попытаюсь просто это прочитать вслух, оно три строки в названии занимает. Средний за 5-минутный интервал число сердечных сокращений на одну итерацию в конкретном тесте. С чем это связано? Это связано с тем, что с одной стороны мы хотим отстроиться от конкретных параметров конкретного подопытного, то бишь, все швиты с разной скоростью этот тест проходят, а нас интересует в разнице скорости какой вклад именно конкретная графическая оболочка приносит. Более того, нас интересует не скорость, с которой отвисовываются окости при переключении, потому что она бывает разной, а именно как она заставляет пользователя ускоряться или подтормаживать. Отсюда вот такой достаточно сложный интегральный параметр разнавязан на частоту сердечного ритма. То есть, в данном случае он одновременно уменьшает вклад в резервирующее число разного количества итераций в разных оболочках. фактически работа по тестированию по оператору состоит из двух повторяющихся в каждой операции есть фактически две фазы. Взаимодействие с графической оболочки это слабое нагрузка и взаимодействие с системой тестирования более сильное. Понятно, что чем больше он успевает сделать итерации, тем сильнее его нагружает система тестирования и это еще один эффект, от которого мы обстраивали с данным антибральном параметре. Ну и, собственно говоря, к этому уже привыкает достаточно интересный эффект. Вообще, в частности в эргономике, но не только, есть понятие полезной помехи. Особенно это касается при выполнении длительных каких-то более-менее монотонных операций. Незначительная помеха может оказывать на пользователя положительный эффект, снижая утомляемость просто за счет того, что разбавляет монотонность, но при этом не успевает нагрузить. То есть, это какие-то микропаузы, за время которых он успевает отдохнуть. Ему не нужно думать, это чисто автоматическое действие. Поэтому вопрос заключался в том, насколько конкретная графическая оболочка может такую полезную помеху пользователю предоставить. Вклад в работу оператора данной графической оболочки должен быть в определенном темале. Не слишком мало внимания оно должно оператора занимать, и не слишком много. Собственно говоря, вариант применения, во-первых, это, уже не касаясь в принципе даже графической оболочки, оценка того, насколько конкретная окружения, может быть, конкретная система прикладная вкладывается в этот самый интервал полезной помехи. Вопрос достаточно актуальный, потому что многие сторонники именно какого-то такого органомического подхода предпочитают или советуют вообще пользователю убрать все, кроме работы, с которой он имеет дело, в этой ситуации полезной помех отсутствует полностью. В принципе. Как любая другая подвеска, это называется non-adjacent interface, по-русски, не загружающий, что ли. Кроме того, в плане оценки влияния модификации интерфейса на пользователя и варианта оценки интерфейсных решений для переносного сенсорного устройства, то, что мы делали, но не довели до конца в связи с тем, что, к сожалению, использование графической оболочки через удалённое соединение не даёт, с одной стороны, на портативном устройстве с сенсорным экраном, с одной стороны, не даёт адекватно оценить эту самую полезную планету, потому что добавляется дополнительная небольшая задержка у меня, собственно, последний слайд, не пугаетесь. Вот, с другой стороны, точность позиционирования на сенсорном экране в пересчёте координат WMC клиент тоже вносит свою отрицательный эффект, вносит, поэтому я ничего не буду говорить про наши результаты на планшетах, ну, если коротко, часть результатов по тестированию тестов на графических оболочках докладывалась на конференции в переславле, мне бы не хотелось на этом устанавливаться, собственно, здесь речь о расширенной методике, вот, но, в принципе, как и ожидалось, классический тестов и TDE показал наилучшие результаты. Единственное, что нам удалось найти ситуацию, когда многооконные приложения лучше ведут себя при переключении миниатюрами. Мы старались, мы её нашли. Но, опять же, повторюсь, что это не тема данного доклада, на эту тему доклад сделаю где-нибудь отдельно. Вот, спасибо за внимание. Питания. Можно я, пожалуйста. Питания. Сейчас только минуту с презентацией, где же вы использовали и как использовали что-то просто для изучения массовой опыта. Там я вроде не заменил и так далее опции. Да, скидки параметров, но, грустно, я упомянул, что мы просто оценивали где... Собственно, параметры, вот эти вот, мы просто оценивали сами по себе. Мы не включили подчисливые параметры, просто потому, что они неизвестно как получены. Это готовая интегральная характеристика производителя устройства. И второе вопрос. Как формировалась выборка? И какая она была? Выборка? Ну, формировалась по конкретному пользователю для прохождения двух или трёх этапов. Это просто третий этап. Это наше позднейшее дополнение. Вот. Ну, собственно, это была тема отдельного доклада. По третьему этапу готовится ещё один доклад. Возможно, Могнинск. Возможно, и... Еще раз? Значит, изначально вообще за счёт того, что мы усредняли данные по конкретному пользователю, мы ограничились использованием 20 с чем-то человек для прохождения всех этапов тестирования каждого. С различными манипуляциями. Подробными, конечно, были в возрасте от 20 до 22 лет. Ну, понятно. Веский государственный технический университет студенты, конечно. Гендерный состав был примерно равный, но, как выяснилось, эффективность на действия с оболочкой этого вопроса абсолютно никак не сказывались. Пожалуйста. Вы имеете ввиду само программное обеспечение или результаты? Часть результатов была опубликована в каком же году? В 12-м на конференции в Переславле. Материалы и презентации где-то в новостях сайта Альплимукс доступны. Собственно, там же доступны видеодоклады. Я лучше не буду отбирать минуту следующего докладчика и пошли у вас собственно к видеодокладу, который в большей части сосредоточен. Правда, там нет результатов ни по мозговой активности, ни по распознаванию геологических фигур. Это новое. Это вычиняете лимитар. Ну, если так, в целом, да. Да, пожалуйста. Ну, я хотела узнать, параллельно в среде животных они встречали вы, как считается электроэкономика для животных? Что вы с вами понимали с использованием? Ну, наша задача была, понимаете ли, найти такое устройство, которое не professional grade, не ориентировано на профессиональное применение. Наша задача была найти потребительский муниципалограф. С одной стороны, нам хотелось иметь как можно меньше забот о его привлаживании конкретному студенту, и то, как видите, полностью обойти проблемой не удалось. Поэтому для животных коммерческих выпускальных муниципалографов вы не встречали, хотя вы будете видеть лимитарей, мы их не искали, возможно. У нас студенты они все вы понимаете. Я слышал, вы там использовали кабинеты, отайловые окна одновременно, то становится понятно, почему мы их не использовали. Что касается третьего этапа, там без разницы использование, если вы без переключения в окна, опять же, там абсолютно без разницы, используете вы тайловые на фото менеджеры располагаете окном опыт. Пользователи в этом случае вообще с приключением могут не работать, поэтому это не должно оказывать никакого влияния. А вот горизонтальное или вертикальное расположение док-панели как раз таки оказывает. Большинство пользователей, имеющих опыт работы с мышью, они нельзя вертикального перемещения форсора и в горизонтальном направлении, кроме тех, кто специально запястье тренированное, типа те, кто в настольный теннис играют. Большинство пользователей как раз вертикальную боковую панель, вот именно эту, находят то есть ощущение больше трудов, чем горизонтально. Можу додать, что в сфере художников абстракционистов есть жестокая дискуссия между теми, что только горизонтальными линиями и теми, что только вертикальными линиями. И факт того, что это не единое достижение доводит, что очень далеко до понимания. И я теперь чувствую, что я сегодня буду дать следующее доказательство. Добро. 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 Добро.